Вы сказали, что вы в принципе против спецслужб, однако вы же выступали за реформирование КГБ. Вот как это сочетается? Ну, на самом деле это сочетается вполне естественным образом. Я против спецслужб в том смысле, что по определению спецслужбы, по своему термину, спецслужбы это нечто совершенно полярное любой правозащитной организации. Потому что правозащитная организация – это организация, которая защищает права граждан, а спецслужбы – это организация, которая получает государственную санкцию на нарушение их прав, которые и существуют, как бы вот, осуществляя права, запрещенные всем остальным. А если граждане неравноправны, то, ну, значит, это общество, построенное неправовым образом. И в этом смысле моя позиция вполне естественна, и в этом смысле я действительно плохо отношусь ко всем спецслужбам. Тем более, что спецслужбы, как и любая власть, имеют совершенно непреодолимую тенденцию к расширению своих прав на нарушение прав граждан. Как бы, любая власть стремится увеличить объем своей власти, так же и спецслужбы, и это совершенно неизбежная ситуация для любой страны, если, в свою очередь, общество не контролирует спецслужбы. Вот, и, кстати говоря, сейчас, в связи с борьбой с терроризмом, мы очень заметно это видим не только в России, но и в многих других странах. Но тем не менее, я реально отношусь, я не идеалист, я реально отношусь к миру, в котором я живу. Я понимаю, что в нем есть довольно многое, в чем я не хочу принимать участие, но тем не менее, оно существует. Единственное, что можно сделать, это стремиться к тому, чтобы оно было максимально безвредным. Чем я и занимался. Так что никакого противоречия здесь нет точно. Какие события современной жизни политической и социальной в России вызвали у вас, ну, что ли, наиболее эмоциональную реакцию? Что бы вы хотели прокомментировать и обратить внимание на что, вот, социума, общество, там, ну, может быть, власти правозащитных организаций? Что такое происходит, что, может быть, незаметно многим, но... Происходит сейчас, или в течение 10 лет, или как? Да, сейчас, сейчас, в последнее время, так, полгода, год. Со страной. Ну, не знаю, я думаю, что Российское руководство играет в чудовищно опасные игры. Я могу понять их логику. Я даже не считаю, что вот разграбление страны, вот эти вот десятки людей, составившие за 2-3 года состояние в десятки миллиардов долларов, для такого гигантского организма, как Россия, является является таким уже несчастьем, если бы речь шла только о их личных состояниях, о благополучии, там, их семей, и так далее. Он, хотя, помню, очевидно, что они неправедно нажитые. Оно гораздо более опасным мне представляется психология этих людей. их чудовищный совершенно цинизм, которого не знала Россия, наверное, в течение всей своей истории. Их глубочайшее презрение к русским людям и к людям вообще, к тому, что будет, что делается в России и что будет делаться. Вот это вот гигантскими скачками, буквально, а не шагами, происходящее разложение русского общества, всерастущий его морализм. Эта ситуация, к сожалению, не конца смутного времени, а его начало. И она в конечном итоге вызывает такую озлобленность в стране, которая никогда не бывает безрезультатной. Я не верю в то, что им удастся погасить пожар, который они сами разжигают. И поскольку их это совершенно не волнует, каждый из них абсолютно убежден в том, что в Лондоне или в Ницце спокойно от всего этого спрячется со всеми своими родственниками. на самом деле жертвами будем мы с вами. То, что они делают мы с вами и вся Россия. и больше того, я не уверен, что в результате того, что происходит сейчас в России найдется достаточное количество людей из государственных мышлений, которые способны будут в самых критической ситуации все-таки как-то и что-то восстановить. на самом деле на самом любой катаклизм любого рода начиная от падения цены на нефть может быть любой день сейчас начнется промышленный кризис и соответственно нерве будет не нужна просто ну в том числе и любой другой может оказаться аркалом просто для всей стороны и для всего и ее населения и вот это то, чего я боюсь больше всего